пардон камеру только так смог установить вот смотрите что получилось значит полочку сделал вот такой формы сейчас не монтинг вот такой форму полочка вот сделал так чтобы за пределы вот этой резинки уплотнительный железка не выступала не дай бог кто тиранется в машину поцарапает себе плечо или руку так что теперь она стала безопасная для окружающих ну что ж осталось края напильником пройтись выровнять закруглить чтобы не острые были была мысль вот сюда вот уголок наварить чтобы укрепить вот этот вот изгиб но сталь хорошая думаю выдержит сейчас попробуем что будет так еще вот сегодня зашел хозяйственный магазин строительный купил барашек родной сломан был купил вот такой барашек для соединения антенны с антенном основании и еще прикупил сейчас покажу еще прикупил набор вот таких вот медных шайбочек вот здесь вот есть шайбочка она стальная ржавая вся может из-за этого тоже контакт плохой положу медную может получше будет посмотрим ничего берется напильник и поехали закруглять все когда-то работали на трудах слесарки единственное что помню с труда что обхватывать вот так вот пальцами напильник нельзя вот просто прижимаешь руками ну и здорово облегчит труд такая вибрационная полировалочка вот так вот Вот смотрите, видите, как очень хорошо чистится. Ну и до идеала не буду доводить, потому что не автомобиль, вот на ровных местах очень хорошо полирует, а там вот где гнул, видите, вот деформация пошла при изгибе, там конечно не очень, но все ерунда, так вот прям на ощупь идеально гладко. Ну вот так, я думаю, сойдет. Вот сейчас, теперь друзья, переходим в так называемую чистую камеру, обезжириваем нашу заготовочку. Я люблю спиртик, так что любители ацетона, пускай сами его нюхают. Сначала руки, как следует. Эх, надышишься здесь, конечно, красота. Вот, обезжириваем это дело. Спиртом пахнет, конечно. Сейчас надышусь и пойду домой, не буду красить. Ну и самая важная часть марлезонского балета, это выбор краски. Купил вот такую вот эмаль алкидную. Одна просто алкидная, универсальная. Другая по ржавчине. Значит, по ржавчине взял коричневую. Просто эмаль взял цвет хаки. Вот смотрите, машина. Машина вообще шла как коричневая. В паспорте записано. Ну вот, как бы вам показать, мне кажется, она какая-то коричневая с зеленью. Все славное. Итак, друзья. Значит, стал я читать инструкцию, вот просто алкидной эмали. Вот этой вот, которая, хаки, которую я выбрал. Здесь написано, что она предназначена для краски предварительно загрунтованных, металлических, деревянных там поверхностей. Вот. Так как у меня не загрунтована, я стал читать инструкцию на коричневую эмаль. Она у нас по ржавчине идет. Так вот. В инструкции белым по-черному написано, что эта высококачественная синтетическая эмаль предназначена для окрашивания изделий из сплавов черных металлов, подверженных коррозии и уже заржавевших. Благодаря сочетанию свойств нейтрализатора коррозии, грунта и декоративной эмали, три в одном, позволяют значительно сохранить время, необходимое для получения защитного покрытия. отлично. Вот его я и нанесу. Если цвет не понравится, сверху, пускай будет эта грунтовка, сверху нанесу туда цвет хаки. И поехали, друзья. Так, ну-ка, чтобы по максимуму. Вот так вот будет стоять. Нет, падает. Вот так вот закроем. Вот так вот. Проба пера. Нормально. Всё. Один слой готов. Пускай сохнет. Так, со второй стороны красим проще. Ниточку продёргиваем в отверстие для антенны. И прокрашиваем быстренько. Вот и всё. Вот этот кусочек ещё чуть-чуть. Всё. Вот что получилось вам видно. Вот крутится, правда, оно. Такой. Да, цвет, конечно, отличается от машины. Но это эмаль по ржавчине. Я думаю, даже как грунт у нас сойдёт вполне. Всё, подвешиваем. Сушится. И пускай сохнет. Сушить краску рекомендовано при 20 градусах 2 часа. Но в гараже 6 градусов 7-8. Ну, пускай 10, но всё равно ещё рано. Холодно. В общем, подвесил вот так вот на штырьке стены и поставил такой китайский прожектор. Сейчас попробую при нём снимать. Но он ужасно мигает. Будут одни полоски. Вот смотрите. Включаю. Вот видите. Ну, по крайней мере, это 50 ватт. Он греет капитально. Так что пускай сохнет, висит. Показываю результат первого слоя. Покраска первого слоя. Видите? Отёки. Так что хорошо, что я покрасил эмалью по ржавчине. Пускай он не останется как грунт. Видите? Сейчас шкуркой сравняем. И покрасим как положено. Итак, друзья. Первый слой высох. Как вы видели. С потёками. Вот шкуранул. Пускай это будет как грунтовка. Значит, сразу заклеил ответную часть под гайку антенну. То есть, вот, стоечка крепится вот так вот. Чтобы контакт был. Сюда подложу ещё медяшечку, шайбочку. Теперь, как следует, спиртиком опять всё обезжириваем. А мы пока пошли взбивать красочку. Всё это хаки. Так. Ну, приступим. Близко камеру не подховожу, чтобы краска не запылила телефон. Ну, господин. Ну, господин. Вот первый слой поверх грунта. Видите, грунт виден. Хотя, с другой стороны всё чётко покрасилось. Видно, очень тонко брызнули о той стороне. Вот, представляю изделие после двух слоёв покраски. Ну, конечно, огрехов полно. Ну, вроде всё ровненько, аккуратненько, под цвет машины. Так, снимаем скотч. Чтоб контакт с корпусом был. Так, и вот здесь вот скотчик у нас под петух антенны. Под гаечку, вот. Сейчас. Хорошая краска. Да, скотч, конечно, похуже надо выбирать. Вот здесь будет гайка антенны. Ну, примерно вот так вот всё это будет выглядеть. Резкость. Даже торец постарался прокрасить. Чтоб он не был металлическим, не блестел. Так, ну вот, приступим к установке. Приступим к установке. Наживляем ручками. Управим. Торец. Управим. Строй. Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Итак, друзья, вот такой вот кронштейн получился. Вот, смотрим. Даже цвет машины угадали. Пробуем закрыть. Так, чтобы видно было. Вот, плавно закрываю. Вот, видите, щелочки. Все ничего не касается. Вот, закрылся. Вот, смотрим с этой стороны. И с другой стороны. Вот такой вот кронштейн. Вот так вот выглядит антенна на кронштейне. Наклон можно регулировать. Перед-назад. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.